Как переехать в Канаду в 2023 году? Какие есть важные изменения в иммиграции? Какие нужны документы? Сколько нужно денег? Кто может рассчитывать на ПМЖ? И как ситуация в мире повлияла на иммиграцию в Канаду? В этом видео я расскажу все в подробностях. В 2023 году Канада официально примет 465 тысяч иммигрантов. Если хотите стать одним из них, обязательно досмотрите ролик до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь, и я начинаю! Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Я совладелец канадской иммиграционной компании. Давайте сначала немножко расскажу о Канаде для тех, кто впервые на моем канале. Канада – это одна из топовых стран для жизни. Она регулярно попадает в различные мировые рейтинги. Здесь высокий уровень жизни, хорошие зарплаты, качественное образование и много других плюсов. Еще одна особенность Канады – это классная и понятная иммиграционная система. Тут нет такого, что надо сначала получать ВНЖ , каждый год его продлевать, потом менять на ПМЖ, и только лет через 10 вы можете податься на гражданство. В Канаде более 120 иммиграционных программ и потоков, через которые вы сразу получаете постоянное место жительства, то есть ПМЖ. Его не нужно постоянно продлевать, подтверждать и все такое. А через 3 года жизни в Канаде можно запросить получение канадского гражданства. Кстати, у меня недавно выходил ролик про 10 причин переехать в Канаду. Посмотрите его по ссылке в углу экрана и ссылка будет также в описании к этому видео. Я там больше рассказывал о плюсах этой страны. Теперь о том, как переехать в Канаду в 2023 году. Начну с самого популярного пути иммиграции — это экспресс-энтри. Переводится как «быстрый въезд». Экспресс-энтри — это система, в которой вы можете зарегистрироваться, если подходите под требования одной из федеральных программ иммиграции. Всего их три. Но чаще всего иностранцы подаются по программе квалифицированных специалистов, потому что по ней не нужно искать работу в Канаде. У программы есть требования. Во-первых, нужно минимум школьное образование. Но на самом деле, со школьным вы вряд ли именно по этой программе переедете, поэтому лучше хотя бы бакалавриат. Во-вторых, год опыта работы по квалифицированной профессии за последние 10 лет. Это такие профессии, как менеджеры, айтишники, электрики, сварщики, инженеры, сантехники и т.п. В этом году еще могут участвовать дальнобойщики. Еще нужен английский либо французский на хорошем уровне — минимум 6 баллов в языковом тесте IELTS. И достаточно денег. На одного человека — 13 тысяч канадских долларов, на семью из четырех человек — около 25 тысяч канадских долларов. Если вы уже испугались и решили, что в Канаду переехать сложно и очень дорого, смотрите ролик дальше, потому что потом я назову программы с более простыми требованиями. Еще добавлю про Express Entry, что там нужно дополнительно набирать свои баллы, и кто набрал больше, того и приглашают. Больше баллов дают тем, кто моложе, у кого лучше образование, больше опыта, лучше язык и т.д. Но есть важный момент. С этого года Канада собирается проводить целевые отборы и приглашать не тех, кто набрал больше, очков, а тех, у кого востребованная профессия или образование. В первую очередь нужны работники здравоохранения и строительства. Но так как на момент съемки видео целевых отборов еще не было, все детали неизвестны. В общем, на начало 2023 года Express Entry — это вариант для молодых образованных ребят с хорошим английским или даже у кого еще хороший дополнительный французский, в перспективе еще для тех, у кого востребованная профессия. Следующий вариант иммиграции, как переехать в 2023 году — это провинциальные программы. Они позволяют переехать в определенный регион Канады. Вы не обязаны там оставаться насовсем и жить до конца жизни. Когда получите ПМЖ, сможете переехать. Особенность провинциальных программ в том, что там обычно нет жестких рамок по возрасту, а требования к знанию языка ниже. И часто еще нужно показывать меньше денег на счетах. Сразу назову минусы. Чаще всего нужна либо подходящая профессия, либо найти работу в провинции. То есть вы сперва приезжаете по рабочей визе, еще вернусь к этому. Еще есть провинциальные программы, которые работают через Express Entry. Это такая альтернатива для тех, кто зарегистрировался в системе, но не дотягивает по баллам. Такие программы есть в каждой провинции как минимум по одной, а где-то и больше. Я не буду долго останавливаться на провинциальных программах, потому что это тема для отдельного ролика. Напишите в комментариях, если нужно такое видео. И еще в углу экрана и в описании я оставлю ссылку на ролик про топ-провинции, в которой легче эмигрировать. Там названы конкретные программы. Дальше на очереди Атлантическая программа эмиграции. Ее особенность в том, что она позволяет переехать в одну из четырех атлантических провинций — Новую Шотландию, Нью-Брансвик, Нью-Фаундленд и Лабрадор и остров Принца Эдуарда. Для подачи заявки вам нужен год опыта работы за последние пять лет, причем по любым профессиям, кроме неквалифицированных типа уборщиков, доставщиков, садовников и т.п. Тут уже достаточно школьного образования и среднего английского. По деньгам надо чуть больше трех тысяч долларов канадских на человека или шесть тысяч долларов на семью из четырех человек. Еще одно требование — нужно найти работу в одной из провинций. И тут еще одна особенность. В атлантических провинциях есть список работодателей, которые нанимают иностранцев через атлантическую программу. И вам нужно искать работу не в каких-то рандомных компаниях, а именно у работодателя из списка. Это на самом деле огромный плюс, потому что если вы решите просто найти работу в других регионах Канады, это будет сложнее. Потом объясню, почему смотрите дальше. У меня на канале есть интервью с девушкой, которая нашла работу за один день и переехала как раз по атлантической программе. Вы знаете, где искать ссылку. Расскажу теперь о двух самых надежных вариантах иммиграции в Канаду, которые почти гарантируют, что вы получите ПМЖ. Первый — это найти работу в Канаде. В Канаде постоянная нехватка сотрудников, постоянно открыты сотни тысяч вакансий, а безработица сейчас низкая. Если у вас будет рабочий контракт, то для вас сразу откроются дополнительные программы иммиграции. С рабочим контрактом вы можете поддаться на рабочую визу — это первый этап. Второй — примерно после года работы в Канаде вам станут доступны иммиграционные программы, по которым можно получить ПМЖ. И еще один плюс этого способа как переехать в Канаду в 2023 году — если у вас есть рабочий контракт, то вам не обязательно при иммиграции показывать деньги на счетах. Теперь о минусах. Канадские работодатели не могут просто так нанимать иностранцев. Им нужно заморачиваться с документами и заплатить немаленькие пошлины. Поэтому многие не сильно хотят брать работников из-за границы. Но все же есть компании, которые на это идут. А куда деваться? Для поиска работы обязательно нужно резюме канадского формата. Он отличается от формата, принятого в других странах. Вы можете погуглить, как составлять такое резюме, или посмотреть ролики на моем канале. Я об этом рассказывал. Если нужна помощь, мы предлагаем услугу написания резюме специалистам. Если интересно, то ссылка будет в описании к ролику. Второе, что вам нужно, это постоянно мониторить вакансии на канадских сайтах и отправлять свое резюме. Причем его надо менять под каждую позицию, использовать ключевые фразы из вакансий и тому подобное. Готовьтесь к тому, что вам придется отправить сотни или даже тысячи откликов – это нормально. У меня на канале есть отличный пример – интервью с девушкой, которая устроилась на работу в Канаде воспитателя. Она нашла работодателя, находясь в своей стране. Так что все реально. Ссылка на интервью будет в описании. Еще один вариант, как иммигрировать в Канаду в 2023 году через трудоустройство – это ярмарки вакансий. Чаще всего их проводит только одна провинция Канады – Нью-Брансвик. Чиновники региона вместе с работодателями выезжают в разные страны, чтобы найти там специалистов. Иногда ярмарки проходят онлайн, но сейчас чаще вживую. Там можно пройти собеседование с работодателями и подписать рабочий контракт, с которым потом поехать в Канаду. На момент съемки видео у Нью-Брансвика открыта регистрация аж на 5 ярмарок. Одну онлайн, одну во Франции и на 3 в разных странах Африки. То есть, если вы регистрируетесь на живую ярмарку, то предполагается, что поедете в ту страну, где она проходит. При регистрации вы указываете свои данные, дату рождения, страну проживания, опыт работы, профессию, уровень языка, образование и, конечно, загружаете резюме. Потом анкеты анализируются комиссией и приглашают не всех. У каждой ярмарки еще обычно есть список нужных профессий. Оставлю ссылку на страницу с ярмарками в своем телеграм-канале. Там мы с командой каждый день публикуем полезную информацию и просто посты о Канаде. Еще один очень надежный способ, как эмигрировать в Канаду в 2023 году. Он, отчасти, проще других вариантов, но требует начальных инвестиций. Это эмиграция через образование. Тут сразу несколько плюсов. В канадские вузы можно поступить без сдачи экзаменов и даже без сдачи языкового теста. Некоторые колледжи предлагают бонусы, например, курс онлайн английского в подарок или стипендию в размере 4000 канадских долларов в год. А мы среди своих клиентов разыграем iPhone, среди тех, кто поедет учиться в сентябре этого года в Канаду. После окончания вуза вы получите разрешение на работу в Канаде и вам еще будет намного проще трудоустроиться, чем иностранцам. У вас все-таки будет канадское образование. И для выпускников тоже открыты дополнительные иммиграционные программы. У меня на канале есть много роликов на тему образования в Канаде, там и интервью со студентами, экскурсии по колледжам и просто видео с полезной информацией. Еще одна тема, которую я хочу затронуть, это иммиграция в Канаду в связи со всей ситуацией в мире, когда многие уехали из своей страны и будут переезжать в Канаду из каких-то третьих стран. Тут вам нужно знать, что вы можете подать заявку на иммиграцию в Канаду не из своей страны, а из той страны, где находитесь. Кстати, по национальности или гражданству никаких ограничений нет. Канада принимает отсек заявки одинаково. У нас много клиентов из России, которые успешно получили визы. Единственное, украинцам сейчас проще, потому что они могут переехать по специальной программе КОАЕД. Моя жена Иванка, которая работает иммиграционным консультантом, планирует снять ролик о том, как остаться на ПМЖ после КОАЕД. Так что подпишитесь на канал, если не сделали этого ранее, чтобы не пропустить. И скажу еще про документы и финансы. Универсального пакета документов для всех программ нет. Что вам нужно? Скорее всего, вам придется сдать языковой тест. По-английскому обычно сдают IELTS. Также вам понадобятся заверенные дипломы об образовании. Этим занимается несколько организаций в Канаде, но больше всего популярен ВЭС. Справки о несудимости из тех стран, где вы жили больше полугода. Рекомендации от работодателей, чтобы подтвердить опыт, свидетельства о браке и о рождении детей. Фотографии и, конечно, выписки из банка о наличии денег. Я перечислил все кратко, потому что у меня на канале уже есть отдельное видео о том, что нужно сделать перед переездом и какие документы взять с собой. Ссылка будет в углу экрана и в описании. Когда вы будете подавать заявку по какой-то иммиграционной программе, вам еще нужно заполнить всякие анкеты. Опять же, в каждой программе они свои. Последнее, но очень необходимое – это деньги. Здесь тоже универсальной суммы нет. Чем больше, тем лучше. В прошлом году мы с командой считали, что на семью из трех человек нужно где-то от 10 000 долларов до 22 000 американских долларов. Сюда входят траты примерно 6 500 долларов на подготовку документов, а остальное – это деньги, которые вы должны показать на счете. Они вам понадобятся уже в Канаде, когда вы переедете. У всех иммиграционных программ разные суммы, поэтому такой разбег. И еще добавьте 4 000 долларов, если вам нужно полное сопровождение иммиграционного консультанта. В нашей иммиграционной компании оплата строго поэтапная, поэтому не вся сумма потребуется сразу. На этом буду заканчивать. Если видео было полезным, обязательно поддержите его лайком и поделитесь им с друзьями, которые тоже хотят переехать. Наша иммиграционная компания помогает получить визу, подать документы на иммиграцию и так далее. Посмотрите в описании к этому ролику ссылки на наши услуги. Подписывайтесь на канал, дергайте колокол, чтобы не пропускать новые ролики, и советую еще посмотреть другие видео, там тоже много полезного об иммиграции. До встречи в Канаде!